В детском саду номер 27 прошло необычное мероприятие «Выборы в сказочной стране». Эта веселая театрализованная игра проводится здесь уже третий год подряд. По сюжету сказки, чтобы навести порядок в царстве, царь решает устроить выборы президента. Для этого он собирает жителей волшебной страны. У ребят все как у взрослых – избирательные бюллетени и настоящая урна для голосования. За правильностью и честностью проведения выборов следит специальная комиссия. Вообще я каждый год прихожу на такие мероприятия, и мне всегда интересно непосредственно понаблюдать за детьми, за их участием в этом маленьком избирательном процессе. И, в общем-то, дети у нас голосуют сердцем. Перед выборами нужно узнать кандидатов на пост президента поближе. Поэтому каждый герой сказки представляет себя в лучшем свете. «Разбойник Бармалей» обещает ребятам много шоколада и путешествия по всему миру. А хитрая старуха Шопокляк обещает раздать всем рогатки и камни и разрешить любые шалости. «Все герои, сказочные герои, каждый год разные. И вы знаете, наблюдая за детьми, когда дети делают свой выбор, когда ставят галочку, например, как в прошлом году напротив Бабы Яги, дети комментировали, говорили о том, что они голосуют не за Бабу Ягу, а за воспитателя, за Лидию Павловну, которая играет этого сказочного героя». «Круглый год вы будете играть в снежки, кататься на санках, на лыжах, а еще на завтрак, обед и даже на ужин мы будем кушать только одно мороженое и шоколадное». Наконец можно проголосовать за любимого героя. Пока комиссия подсчитывает голоса, маленькие избиратели устраивают танцевальный флешмоб. «Тихонечко, тихонечко, тихонечко». В этом году в бюллетене значатся всего четыре кандидата – «Цветочная фея», «Старуха Шапокляк», «Бармалей» и «Снежная королева». И вроде для взрослых выбор очевиден, но дети избирают в президента «Снежную королеву». Ведь дети всегда искренни и непредсказуемы. «Сегодня такое мероприятие, оно в первую очередь было направлено на возможность ориентироваться ребенка в таком большом многообразии выбора. То есть, с одной стороны, у нас были сказочные герои, как мы видим, положительные и не очень, а с другой стороны, мы опять-таки формируем и смотрим на то, чтобы выбор был в любой ситуации осознанный». Юлия Глотских, Андрей Осипов, Новости АТВ